Сталинский орган, железный густав, как еще немцы называли советское оружие, которое боялись? За годы войны немцы проникнули с уважением и суеверным страхом к русскому солдату и оружию, которым он воевал. Какие же жаргонные прозвища немцы давали на фронте предметом своих страхов? Сталинский орган. По-нашему ласково Катюша, реактивный гвардейский миномет БМ-13. В первый раз музыку сталинского органа немцы услышали в 1941 году, во время тяжелых боев под Смоленском. С тех пор этот трек или советский шлягер сопровождал их до самого Берлина. Немцы боялись залпов гвардейских минометов, которые поражали огромной площади и отличались с высокой плотностью огня и скорострельностью. Катюша также отличалась высокой мобильностью. После залпа дивизион менял огневую позицию и давал новый залп. Отследить его местонахождение для подавления артиллерии или бомбардировки с воздуха было очень непросто. Железный Густав. Гордость советской военной авиации. Штурмовик Ил-2. В советских войсках получил прозвище Горбатый. Немецкие летчики за его живучесть и бронированный корпус назвали его бетонный самолет или цементный бомбардировщик. На немецкой пехотной части он произвел еще более неизгладимое впечатление, так как при штурмовке наземных целей и переднего края неприятеля использовал весь свой богатый арсенал вооружения. Крупнокалиберные пулеметы, авиационные пушки, реактивные неуправляемые снаряды РС и мог нести бомбовую нагрузку. Наземные части называли его Мясник, Мясорубка и Железный Густав. Консервный нож. Открывашка. Истребитель танков. Самоходное орудие ИСУ-152. В наших войсках заслужило прозвище «Зверобой» за высокую эффективность в борьбе с немецкими тяжелыми и средними танками, такими как «Тигр» и «Пантера». Немцы называли его консервным ножом, потому что после попадания снаряда ИСУ-152 у их танков часто срывало башни и они напоминали вскрытую консервную банку. РАЧБУМ. Советское противотанковое орудие ЗИС-3 до самого конца войны оставалось довольно эффективным в борьбе с бронетехникой, живой силой и огневыми точками противника. Немцы прозвали его «РАЧБУМ» за характерный звук, издаваемый орудием при выстреле. Черная смерть. По-нашему, морская пехота или черные бушлаты. Да, именно их воспевал Владимир Высоцкий в одноименной песне, и именно их очень боялись немцы. Бесстрашные, хорошо обученные и отчаянные морские пехотинцы сеяли панику в тылу врага, совершая дерзкие рейды, а также они запомнились как превосходные штурмовые части. Микки Маус Легкий советский танк БТ-7 к началу войны морально устарел и уступал немецким средним танкам, но обладал хорошей маневренностью и скоростными качествами. В руках опытного и обученного экипажа мог доставить противнику много проблем. Свое прозвище он получил за характерный внешний вид. Танк имел на башне два люка, если оба из них были открытыми, то они торчали, словно уши мультипликационного героя. Маневренный советский истребитель И-16 широко использовался на первом этапе войны, пока не был заменен Бориновыми и совершенными образцами Як, Мик и Ла. Свое прозвище он получил еще во времена гражданской войны в Испании, где немецкий легион Кондор, направленный в помощь испанскому диктатору Франко, столкнулся в небе с нашими летчиками. Он уступал немецкому мессеру 109-му в огневой мощи и в ресурсе двигателя, но если за штурвалом И-16 был опытный пилот, то в маневренном бою мог уравнять шансы. Швейная машинка или кофемолка. Советский ночной бомбардировщик или самолет связи У-2, у нас принято его называть кукурузник. Он был почти беспомощен при атаке вражеских истребителей и уязвим для наземного зенитного огня, поэтому использовался преимущественно ночью для морального давления на войска неприятеля, не мог нести большую бомбовую нагрузку и поэтому снижался максимально низко для точного бомбометания. На таких самолетах нередко летали женщины-пилоты, которых немцы называли ночные ведьмы. ППШ-41 пистолет-пулемет Шпагина – один из самых желанных трофеев немецкого солдата. Широко использовался и пользовался уважением в немецких войсках за скорострельность и высокую плотность огня, что обеспечивал круглый магазин, который вмещал в себя 71 пистолетный патрон калибра 7,62 мм, что выгодно его отличал от того же немецкого М-40, который вмещал только 32 патрона. Друзья, а может быть я что-то еще упустил? Обязательно пишите в комментариях. Смог ли капитан Лунин торпедировать немецкого монстра Тирпиц? Их было два у Гитлера. Гордость всего немецкого флота, два брата-близнеца, новые, огромные линкоры, обладающие чудовищной огневой мощью. Тирпиц и Бисмарк – один факт их существования не давал спокойно спать всему британскому флоту и адмиралтейству. В мае 1941 года чуть ли не весь британский надводный флот едва мог потопить Бисмарк. При этом англичане потеряли Линкор Худ, а другие корабли получили очень серьезные повреждения. Бисмарк сражался и огрызался огнем до последнего, его топили авиации, взлетающие с палубы авианосцев. Его топили несколько линейных кораблей и крейсеров. Только после нескольких часов ожесточенного боя Бисмарк ушел на дно. Английский флот надолго запомнил битву с этим чудовищем и всегда помнил о том, что у немцев есть еще один. Гитлер после потери столь драгоценного Бисмарка дорожил оставшимся линкором Тирпиц, как зениц Опа. Базировался Тирпиц в норвежских фьордах, так как его планировалось использовать в охоте на актические конвои, шедшие из Северной Атлантики в Мурманск, с поставками по линдлизу для Советского Союза. Одно только нахождение его на этом театре военных действий сковывало значительные силы британского флота. Немцы использовали свой мощный линкор как пугало и джокер, вселяя ужас в союзников с одной вероятностью того, что Тирпиц в любой момент может сняться с места стоянки и выйти в военный поход. В июле 1942 года он все-таки вышел для участия в операции немецкого флота и люфтваффе под названием «Ход конем» на перехват печально известного конвоя PQ-17. Эта новость заставила англичан бросить все свои охранные суда на его поимку. Конвой был остановлен и растерзан немецкой авиацией и подводными лодками. Но обезвредили этого монстра не англичане, а советская подводная лодка К-21 под командованием Лунина Николая Александровича. 5 июля 1942 года акустик лодки К-21 услышал звуки двигателей большого скопления тяжелых судов. Всплыв на перископную глубину, капитан Лунин установил визуальный контакт с немецкой морской эскадрой. Тирпиц двигался в охранение тяжелых крейсеров, семи эсминцев и эскадерных миноносцев. Эскадра шла на небольшой скорости и периодически выполняла противолодочный маневр, меняя скорость и курс. Сбежаться для торпедного залпа было огромным риском. В любую минуту лодку могли засечь немцы, а это верная смерть. Море было спокойным, стоял штиль, что делало атаку еще более рискованной, а лодку более заметной для врага. Решение и математические расчеты для углоторпедной атаки нужно было принимать немедленно. Лунин принял решение атаковать. Он понимал, что лодка может сделать только один залп. Набросав беглые расчеты, капитан отдает приказ дать залп шестью торпедами из носовых аппаратов. Залп дали, торпеды пошли. Как назло, эскадра лишь по им известной амплитуде делает маневры, и все торпеды уходят мимо. Лунин делает самоубийственный ход, все ставит на карту и отдает приказ дать залп из кормовых аппаратов, где только четыре торпеды. Один раз поднимает перископ и делает расчеты. Лодку уже засекли, и к ней начинает двигаться миноносцы, охранение немецкой эскадры. Последний взгляд в перископ, чтобы убедиться, что расчеты верны из залп, торпеды пошли, лодка падает на дно. Акустик и весь экипаж слышат отчетливо два взрыва торпед. Лодка отпускается еще глубже, и немцы начинают неистовую охоту за лодкой, сбрасывая глубинные бомбы. Лодка выключает все двигатели, чтобы немцы не услышали, что она все еще здесь. Через какое-то время немецкая эскадра уходит, а лодка Лунина возвращается на базу Северного флота. До сих пор историки, особенно западные, спорят, попал ли Лунин в Тирпиц. По словам самого Николая Александровича, он всегда считал, что попал только одной торпедой, а вторую принял на себя один из немецких эсминцев или миноносцев эскадры, чтобы защитить линкор. Нет достоверного и исчерпывающего доказательства и по сей день, что атака достигла цели, но по каким-то причинам после этого похода Тирпиц встал в норвежских доках на долгий ремонт и уже почти никогда не выходил в море. В этих доках на военно-морской базе в ноябре 1944 года он и был потоплен при налете английских бомбардировщиков. Тирпиц, гордость германского флота и гроза конвоев остался в прошлом.